Городское первенство по бейсболу стартует во Владивостоке. Спортсмены только что вернулись с летней спартакиады учащихся России и теперь собираются провести местные соревнования. Игроки уже привели в порядок застоявшееся поле стадиона «Строитель» и готовы разыгрывать награды. К слову, чемпионат станет этаким закрытием сезона, после чего бейсболисты уйдут в небольшой отпуск. Соревнования стандартные, мы каждый год их проводим, первенство города. То есть и клубная команда участвует, наша городская идюшка команда участвует. То есть, как правило, идет 4-5 дней, один день резервный. Но мы его тоже стараемся использовать в целях игр, чтобы больше игровой практики у ребят было. Основной целью соревнований станет выявление сильнейших игроков, которых можно будет в дальнейшем взять в сборную города или даже края. После этого первенства бейсболисты Владивостока возьмут перерыв, после которого уже в сентябре будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Ультрамарафонская велогонка, которая шла через всю Россию, благополучно завершилась во Владивостоке. Ежегодный транссибирский экстрим традиционно стартовал в Москве еще 18 июля. За три с лишним недели, которые шла гонка, спортсмены проехали на велосипедах более 9000 километров. В этом году заявились участники из России, Бразилии, Германии, Ирландии, Дании, США и Филиппин. Последний 14-й этап марафона представлял собой трассу Хабаровск-Владивосток. После того, как изнеможенные велосипедисты добрались до финиша, были объявлены результаты. Итоговое первое место занял россиянин Алексей Щебелин, который, к слову, был единственным спортсменом, который уже участвовал в транссибирском заезде. На второй строчке оказался Пьер Бишов из Германии, а замкнул тройку лидеров бразилец Марсело Суарес. Также до Владивостока доехали и две девушки-участницы родом из Филиппин и США. В Приморье отметят Всероссийский день физкультурника. 12 августа по всему краю пройдут различные соревнования, посвященные давнему советскому празднику. Спортсменов и обычных горожан ждут состязания по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий. Непосредственно во Владивостоке праздник отметят фестивалем гребли, гонкой на сапах, мини-футбольным турниром и встречами по пляжному волейболу. Местом встречи станут станция Санаторная, спорткомплекс «Чемпион-1», центр уличного баскетбола «Спартак» и другие площадки. Напомню, что день физкультурника отмечается ежегодно каждую вторую субботу августа. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.